Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Тимур. А полностью? Сарманов Тимур Александрович. Мур Александрович. Рождение, год рождения? 23 января 1985 года. И где вы родились? Родился я в Киргизии. В Киргизии. А проживали? Проживал в Анапе в последнее время. В Анапе. А какая воинская часть? 131-40. 131-40. Это кем вы были? Разведчик-снайпер по одной должности. Разведчик-снайпер? Да. А в Украину вы как кто приехали? Как разведчик-снайпер. Как разведчик-снайпер. То есть по своей специальности. Это просто не так часто случается. У молодого человека футболка украинская. Почему у вас футболка украинская? У меня своей не было. Она была грязная. Просто мне это выдали. Вот ты говорил, нету патриотического. Нет, ну это ребенок. Там с машиной есть. Там даже, да, у актера в ВСУ, ну и вас назовут, у россияне актером в ВСУ, у него есть автомобиль и номера у него тоже, как видите, украинские. Поэтому да. Все точно. Вы все правильно поняли. Расскажите, как вы попали в Украину? Ну, я подписал контракт с целью обеспечить свое будущее, как пенсии, потому что официально не работал, как гастарбайтер с Киргизии приехал, получается. О, а давайте тогда верну, это интересная история, вот мы раньше таких не слышали. Вот гастарбайтер приехал с Киргизии. Что с человеком происходит, что он видит, куда он идет? Ну, получается, у меня вообще образование бакалавр, юрист. Четыре года на юриста отучился, вот, а когда приехал в Россию, после переворота в 2004 году в Киргизии, когда Акаева свергнули, мы приехали с семьей, получается, в Челябинск, потому что у нас там был папа, брат родной жил. Ну, его семья сейчас до сих пор там живет. И так как по специальности я не мог работать, диплом нужно было подтверждать через Москву, и диплом Киргизии не котировался в России. А вам дали российское гражданство? Гражданство я получил только в 2007 году. А, в 2007, да. В 2007 году, так, после того, как я подал заявку, спустя там три месяца, мне дали гражданство. Вот, все это время я работал до 2008 года, грубо говоря, на стройке. Помогал отцу, родители строили дом, вот, и в 2008 году призвался в армию. Уже, получается, мне было 24 года. Призвался в армию на один год, как раз первые годишники пошли. Год я служил. Придя с армии, пытался устроиться по специальности. Зарплаты были маленькие. И так как я пришел с армии, женился сразу, у меня появилась дочка. На ту зарплату было сложно просто прожить. Это, грубо говоря, юрист без опыта работы получал 20-25 тысяч рублей. А где вы работали, в фирме в какой-то? Да, я работал монтажником стеклянных окон. Ну, пластиковых окон. Это моя супруга. Вот. И, грубо говоря, до сих пор всегда работал на стройках. От проекта до проекта. Где крышу сделать, где-то дом построить. Где-то свой дом строил, продал, потом еще другой строил. Ну, грубо говоря, с 2004 года по 22 год, 17 лет я работал на стройке. Были всякие нюансы, казусы. Руку порезал, грыжу заработал и так далее. И на стройке стало тяжело работать. И когда уже был полностью обеспечен, грубо говоря, жильем и машиной, и дети были устроены, я решил, что это нужно более стабильное. Потому что от проекта до проекта работать было не вариант. Им нужно было что-то полегче для здоровья. Потому что уже 37 лет и чувствовал, что на стройке не вывожу. Вот. А когда началась спецоперация, так называемая, в России, я по новостям услышал, что нужно военный учет поставить там, где ты прописан. Раньше я был прописан в Челябинске. И после того, как прописался уже в Анапе, мне нужно было военный учет свой поставить именно в Анапе. Станица на Тухаевской. Мой военный билет был у родителей в Челябинске. Они мне его отправили. Я пришел в военкомат. Мне предложили в военкомате подписать контракт на должность прапорщика. С высшим образованием, с моим, мне сказали, в этой ситуации можно будет быстро получить прапорщика и работать. Зарплата прапорщика, грубо говоря, 60-70 тысяч. Вот так мне сказали. Я подумал какое-то время и решил, что это хороший вариант где-нибудь поблизости устроиться на работу. Ну и работать прапорщиком. Были мысли, работая прапорщиком, я люблю книги читать, классику. Возможно, будет какое-то свободное время читать книги, заниматься любимыми делами и работать, совмещать как-то. И также заниматься воспитанием детей. Для меня это очень важно. Сколько у вас детей? Трое. У меня три дочки. Три дочери у вас, да? Да. Да, да. Далее. Потом я приехал, меня отправили на призывной пункт, специальный, где приезжают, все контакт подписывают. Я туда приехал, мне сказали, что на должности рядового, у меня в военном билете был механик-водитель по срочке, на должности рядового, грубо говоря, там 24-25 тысяч зарплата. Я начал уточнять, а если я буду проходить какое-то обучение на прапорщика, какая зарплата у меня будет? Мне сказали, что зарплата будет 60-70 тысяч, плюс если будут прыжки какие-то, ну парашютные, плюс если я буду физоз давать, зарплата будет порядком выше, там 70-80 тысяч. Для меня это приемлемо с тремя детьми, как бы, и возможно были бы какие-то подработки и так далее. Я планировал заниматься там, книжки писать, статьи какие-то, в Инстаграме развивать какую-то страницу, именно постройки, потому что я специалист больше постройки, чем юрист. Вот, у меня это лучше получалось. Вы хотели по строительной теме что-то писать? Книжки какие-то по строительной теме писать или как? Да, написать книжку, потому что у меня опыт был постройки четырех домов, собственно, ручно. Вот, у меня получалось экономить на стройке, оптимизировать этот процесс. И перед тем, как, грубо говоря… Нет, ну вы заработали на дом себе, да? Да, да, именно на стройке. Вы заработали на квартиру неплохую себе? Нет, не квартиру, а дом. Дом и машину. Машину неплохую, да? Да. При этом вы еще обеспечивали семью, трое детей. То есть вы реально неплохо на этой стройке зарабатывали? Да. Ну, получалось так, что физически я сам работал. У меня не было ни бригады, ничего, потому что с людьми было сложно работать. Я пробовал, но… Ну, самому-то дом невозможно построить, наверное. Получалось, поверьте мне. В одиночку я строил дом. Это что за дом такой? Первый дом у меня был каркасный, который я построил, продал. Получается, сверху немного наварился. Потом приехал в Краснодарский край. Это была Адыгея-Яблуновка. И за сколько вы построили по времени каркасный дом? Каркасный дом, если в общей сложности взять без промежутков, 3-4 месяца я его построил. Да, это так реально. Они собираются с ИП-панелями там, да? Да, типа того. Конструктор. Конструктор Лего. Но все равно одному это как-то немножко сложновато. Техника была какая-то, краны. Были сложности, когда накидывал балки, еще что-то. Да, я же имею в виду просто… На один день? Ввиду самой длины просто балок некоторых, да? Просто самому ее там занести, правильно положить и так далее. Ну, бывало такое, что я даже тяжелые балки в одиночку поднимал. Сначала поднимая веревкой одну сторону, потом перерезая на другую сторону. Ну, есть, что вы помоете? Другую. Ну, я понимаю. Ну, мне интересно услышать, что человек скажет детали. Он говорит детали. Вот. Поэтому, скорее всего, я заработал эту грузу, потому что, ну, вечно тягал этой тяжести. Суставы потер. Это когда на окнах работал, работал с перфоратором, шуруповертом. Получается, вот эти суставы, они постоянно под нагрузкой. Плюс плечо. И в последнее время, когда я что-то делал физически, даже упражнялся, поддерживая свою форму, мне это было тяжело. Вот. И задумался сменить свою профессию, чтобы не было таких нагрузок. И подумал, что идеальный вариант в такое время, это, получается, началась спецоперация, где-то устроиться. Тем более, когда я пришел в военкомат, сказали, очень много будет вакансий, и будет должность неподалеку от дома. И вы поверили все-таки, что вы будете прапорщиком недалеко от дома сидеть, время от времени книжечки почитывать, еще и что-нибудь писать, ввести страничку в Инстаграме и следить за каким-то вещевым складом, наверное, или как? Ну, возможно, да. Да, вот такое было представление, если я буду где-то на вещевом складе, грубо говоря, пока ко мне придет кто-то по вещам, то сюда. А как с этим коррелируется снайпер-разведчик? Снайпер-разведчик, сейчас это тоже интересная история, расскажу. Получается, когда я уже приехал непосредственно в часть, меня позвала отдел кадров батальона. Я сначала попал не в разведку, а в самоходку, так как у меня в военном билете было написано «механик-водитель». Я в самоходку попал, я, грубо говоря, там пробыл неделю всего. И отдел кадров с этого батальона ко мне подошла, спросила, зачем ты подписал контракт, у тебя же трое детей, ты же понимаешь, что тебя отправят на спецоперацию. Я говорю, я не планирую на спецоперацию, я хочу служить именно в части и перевестись ближе к дому. Это либо Темрюк, либо Новороссийск, либо в Натухайске, у нас есть там подсобное хозяйство военное. Она мне сказала, что скорее, мне еще в военкомате сказали, пока там нет вакансий. Есть вакансии только либо в Темрюке, либо в Севастополе. На Севастополе мы были с ними, мне понравился голод, он красивый, на берегу моря. Я подумал, что мне еще там предложили, что можно будет получить компенсацию за поднаем жилья. С тремя детьми это была бы неплохая сумма. А свой дом в Анапе я планировал сдавать. А жить там какое-то время, устроиться, а потом, если появится возможность перевестись уже ближе к дому, сделать этот шаг. Вот, и когда она мне спросила по зарплате, ну, объяснила, что у меня будет 24-25 тысяч, она мне сказала, что на других должностях будет более высокая зарплата. Пойди и поговори с отделом кадров уже самой части. Ну вот, назначено было время. Чем закончился ваш разговор о том, что, вы же понимаете, что вас отправят, да? Да. А вы говорите, меня не отправят, и все. Нет, я со старшиной разговаривал, у меня старшина, получается, земляк моей жены, мы с ним познакомились, как бы начали разговаривать, у тебя, говорит, опыта-то нету, как ты пойдешь, если даже пойдешь на спецоперацию, как ты без опыта пойдешь. Ну вот, но если тебя и возьмут, говорит, возьмут, где-то уже в тылах будешь сидеть, чем-то заниматься. Если на самоходке… Извините, какой был месяц? Апрель месяц. Апрель месяц. Ну, понимаете, в чем дело, уже как бы прошел часть февраля-март, начался апрель, и к этому времени уже любой военный в России, если он этим интересовался, он должен был знать о том, что отправляют сюда, в Украину, как раз-таки, и без опыта. Ну, а то, что без опыта, без опыта, вот этого я и не знал. Я потом, когда со старшиной начал разговаривать, говорит, тебя, скорее всего, отправят. Я говорю, а как если отправят, у меня-то опыта нету. Да. А, это вы говорите ему. А он вам? А он говорит, ну, людей без опыта, говорит, сразу тебя на фронт не отправят. На фронте ты не будешь там воевать, стрелять и так далее. Есть много частей, где, ну, или РОД, где занимаются обеспечением. То есть, ты умеешь водить автомобиль грузовой? Говорю, я умею водить. В принципе, вот если где-то там зацепишься, будешь водить машину. Обеспечением заниматься. Тем более, по срочке я занимался, я варил, был поваром. Вот. Один месяц на подсобке был, варил, плюс с хозяйством занимался. Всю жизнь занимался в Гиргизии хозяйством, выращивал баран, коров. И в армии приходилось так, что у меня был курятник, за который я отвечал. Вот. Человек нехозяйственный, это я понял. Вот вы какие книги, вот вы говорите, любите читать книги? Ну, последнюю я прочитал Достоевского «Униженные и оскорбленные». «Униженные и оскорбленные». Что несут в себе вообще классические книги? Любая классическая книга, мне кажется, она о совести, о чести, о достоинстве, о любви, об отношениях между людьми. Вообще, я вырос на книжках, очень любил книги и вырос именно на таких чувствах, на чести, на достоинстве. Мечтал даже родиться в среднем веке. Доброе, светлое, да? Да. Несут. Да. Доброе, светлое несут. Вот вы ехали в Украину. Как вы думали, что доброе, светлое сюда несут россияне? Ну, я смотрел новости. Вы же знали, куда едете, очевидно, вы знали, что происходит. Вот по вашему мнению, вот как человека образованного, довольно, скажем так, ну есть у вас опыт жизненный, да, определенный. Вот что такого хорошего россияне сюда несут в Украину? Я бы не хотел никого оскорбить или унизить, обидеть. Скажу честно, вообще, когда я смотрел новости, был такой посыл был, что в Украине появились какие-то националистические батальоны, которые терроризируют население. Вот. И так как это была не война, а спецоперация, я это понимал, что это будет какая-то ювелирная хирургическая работа. Вот. Именно по двум задачам, которые поставил главнокомандующий. То есть главнокомандующий произносил два термина. Это была спецоперация по деноцификации и демилитаризации. Милитарь это переводится как оружие, то есть обезоруживание и деноцификация, то есть борьба с националистами. Орла читали? Кого? Орл есть такой автор. Орл. Орл нет. Не читали. А Стругацких? Стругацких приблизительно что-то, да. Обитаемый остров. Может быть смотрели даже. Кино же. Может быть смотрел, да. В двух частях. Ну я знаю, что Стругацкие, у них они фантастику какую-то пишут, что ли. У них там обитаемый остров этот, были, стояли локаторы такие, которые излучали информацию и люди в этот момент все хотели встать, там петь гимн, они. Патриотический подъем какой-то был. Да, 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 проникала в них эта патриотическая вот эта вот вся идея и больше они ничего уже не думали и не анализировали. Из того, что вы мне говорите, вам сказали, ну вам сказали, что здесь появились какие-то националисты или нацисты. Скорее всего нацисты, кстати, потому что… Да, националисты – это немножко другое. Да, нацификация же ведь правильно. Само формулировка, мне сказали, что в Украине появились какие-то нацисты для человека взрослого и образованного, она уже немножко, немножко так странновато звучит, потому что… Страшно звучит. Какие-то, да? То есть вы же… Нет, не какие-то, а я запомнил именно три батальона, это Азов, Айдар и Правый сектор. Так. Хорошо. И по новостям всегда говорили, потому что в России есть такой закон, запрещенные в России террористические организации. Понял. Всегда после этих слов названий, всегда так проговаривали. Понял. А вы пытались как-то проанализировать эту информацию? Проанализировать? Не знаю, у меня было абсолютное доверие к нашим властям, к нашему государству. Локаторы сработали? Да, я понимаю, мне даже за это немножко даже стыдно. Почему? Потому что я человек мыслящий, читающий книги, и вот в этом было мое упущение, очень грубое упущение. Почему же я не уточнял? Я, грубо говоря, то, что иную информацию воспринимать было даже тяжело, вот если честно. Если какое-то иное мнение я слышал, для меня оно как бы было чуждым. В этом и смысл пропаганды. В этом и смысл пропаганды. Она должна привести вас в такое состояние, и это не касается журналистов. Это зомбирование было. Ну это чисто, да, вас дало. Вам должны создать такой информационный фон, чтобы любая мысль, которая выходит за рамки подаваемой информации, сразу же считалась какой-то неправильной, даже вражеской. Вражеской, да. Что-то подавалось как фейки, что-то подавалось как вражеская информация, которую даже не стоит не показывали случайно, что вчера удар по Виннице был? Я не проинформировал. Вчера удар по Виннице был. Это Виннице, мирный город в Украине, по торговому центру ударили. Ударили по торговому центру, зацепило дом офицеров, но дом офицеров это не там, где сидят офицеры. Дом офицеров это дом культуры просто. Там концерты проводят, там дети поют, учатся играть. Я с детьми в Новороссийских ходил в дом офицеров, мы смотрели концерты. Да, видите, это так аналогично, дом офицеров, точнее ничего общего с военной тематикой там не было. И там погибли дети вчера. Я очень сильно сожалею. Ведь человек, который нажимает на спусковую вот эту кнопку ракеты «Калибр», которая по предварительным данным прилетела вчера туда, он же ведь тоже человек такой, как вы, он же ведь тоже книги читает, возможно. У него тоже семья есть, у него дети есть. И как можно просто взять и нажать на кнопку, ты же человек, ракеты, которая летит в других людей и просто их убивает, мирных людей. На него тоже действует эта пропаганда, допустим. Допустим. Но как нам донести до россиян, что пора как-то немножко анализировать информацию, пытаться узнать что-то новое? Ну, я бы, как сказал, каждому своему земляку, соотечественному в России, я бы посоветовал просто анализировать информацию. Анализировать и другие точки зрения не отбрасывать. Все-таки искать правду. Это, конечно, приятно, что вы так говорите, но, мне кажется, они не поймут. Вы бы поняли? Ну, и находясь там, скорее всего, я и находился там, я отбрасывал эту информацию. Находясь здесь, вот видя своими глазами, что происходит, но я тоже вижу, грубо говоря, не своими глазами, а ролики вижу, вот, а больше сказать ничего не могу, своими глазами. Кому вы, блин, попали? Кто вас взял? Вот в этом отношении, да, я могу сказать, я попал к батальону Айдар. Отвините. Да, и отнеслись ко мне по-человечески, когда мне было уже плохо, начались галлюцинации, я весь день, грубо говоря, ну, сутки не ел, и оказалось так, что я в поле оказался в поле подсолнухов, окруженный весь... Ну, вы отошли на мировоззренческую тему, да, а до плена мы сейчас дойдем. Я просто хотел подвести черту, вот под вот этой, вот под общими такими, да, вопросами, касательно того, что вам рассказывали в России и что вы увидели по факту. Что из того, что вам говорили в России, что здесь происходит в Украине, что из этого подтвердилось? Я не видел людей зигующих, я не видел людей со свастикой, я не видел людей, которые грубо относятся, отрезают уши или убивают, или стреляют по коленям, я таких не видел. Как видите, я целый и невредимый. И когда я попал в батальон Айдар, мне дали покурить, мне дали воды попить, меня кормили, со мной беседовали по-человечески, никто меня не унижал, не оскорблял. Хорошо, хорошо. А вот заявленные цели тогда все-таки. Демилитаризация, ее не трогаем, потому что она действует с точностью да наоборот, это понятно, и будет так действовать. А деноцификация тогда в таком случае, что же тогда за этим стоит? Ну, в данном моем конкретном случае у меня был когнитивный диссонанс. Я понимал, что то, что я видел по телевизору и то, что я испытал на себе, это две разные вещи были просто. Диаметрально противоположные? Да. Я понимаю, но я имею ввиду, а что вы думаете на данный момент, вот вы же, у вас же есть время подумать, правда, и немало сейчас. Да, было время. Да. Что вы думаете все-таки на данный момент по-настоящему стояло за объявлением этой спецоперации? Какие цели? Какие цели стояли? Ну, я не политик, я не знаю, с какой целью они это делают, я человек маленький. Какая цель у них была? Просто есть объявленная цель, а какая цель, даже не знаю. Понятно. Ну, цель захват территорий, не хочу за вас отвечать, не хочу вас ни к чему подталкивать, просто другой цели нет и быть не может. Ну, как юрист, я могу сказать на эту тему пару слов. Для меня было шок, когда я по телевизору увидел, что флаги ДНР вешались на здания, которые были захвачены территории. Вот это было для меня шок. Если это демилитаризация и деноцификация, зачем было снимать украинские флаги и вешать туда флаги Донбасса? Потому что это захват территорий. Ну, во-первых, Россия, если вы знаете, признала Донбасс, признала как бы независимость Донбасса. Ну да, если вот только так, по их территориям, именно Донбасс, область Донбасса, вот если она признала, то получается что-то так. Но то, о чем вы говорите, происходит и на других территориях. И не Донецкой, и не Луганской областей. Ну, вот этого я уже не могу сказать. Вешались там флаги или нет, этого я не видел. Вывешиваются флаги России. Более того, по российским федеральным каналам сейчас рассказывают, я вам могу это включить, если вы не поверите на слово, то я вам могу включить. А по российским федеральным каналам рассказывают о том, что это наши территории все. Херсон это Россия. Запорожская область это Россия. Харьков это Россия, все это Россия. То есть, они уже не скрывают этого, они уже прямо об этом говорят. А кто говорит? Ну, какие-то эксперты, выступающие на шоу. Ну, видите, эксперты это не официальные лица. Да, но они озвучивают то, что реально в голове у вашего правительства, потому что этих придворных шутов никто бы так просто на каналы не выпустил. И не разрешил бы им говорить эти вещи. Вы же прекрасно понимаете, что тот же Жириновский, например, его все считали троллем и... Ну, смеялись с ним. Но он ведь реально озвучивал то, что в результате произошло. Он же говорил, что будет нападение на Украину, что мы должны напасть, мы должны все забрать. Это все наши земли. Это же говорилось. Ну, я знаю, что официальная вообще версия, это либо пресс-секретарь его высказывает, либо сами власти. А Жириновский, его слова никто всерьез не воспринимал, мне кажется. Смотрите, давайте без версий. Происходит вторжение России в Украину. Происходит или не происходит? Ну, если я здесь, как солдат, то я вторгся на вашу территорию, получается. Да, тут даже речь не о вас конкретно. Таких, как вы, еще 150 тысяч зашло только в первые дни. Как минимум, 150 тысяч. Происходит вторжение армии Российской Федерации в Украину. Захватываются населенные пункты, идет попытка дойти до Киева. Не получается. Но многие из населенных пунктов, которые были нахрапом захвачены в первые дни, остаются оккупированными и там вывешиваются российские флаги. Более того, идет попытка пройти, да, идет попытка дальнейшего продвижения, идут дальнейшие обстрелы украинских территорий. И что это, как не попытка захватить одной страной, захватить территорию другой страны? Как это еще можно оправдать? В 20 веке, мне казалось, это вообще невозможно, когда есть суверенное государство, и одно государство захватывает территории других государств. В голове не укладывается просто. Ну, вот не укладывается в голове, но это же происходит. Мы же по фактам сейчас прошлись. Россия пришла, куда-то дошла, куда-то не смогла, что-то захватила, что-то не захватила. То, где захватила, вывешивает российские флаги. А то, что озвучивают пропагандисты по телевизору, ну это всего лишь сопровождение риторическое того, что происходит. Можно им верить или не верить, но это происходит. В Херсоне вывесили российский флаг, это факт. Если хотите, я вам могу показать и подтвердить это. Ну, в Херсоне там же пришли к власти не русские, а пророссийские какие-то местные власти, которые хотят быть с Россией. Или там именно с Россией, с российским гражданством пришли люди в эту власть. У вас удивительно деформированные мышления или взгляды на это, на все, как для мыслящего человека. Сначала туда пришла российская армия, которая оккупировала этот город, которая взяла этот город под свой контроль. Понимаете? Есть причина и следствие. Это есть причина. А кого эти люди поставили марионеточным руководством этого города, это уже не играет никакой абсолютно роли. Потому что есть причина. Туда пришла Россия на своих танках со своей армией и захватила, оккупировала этот город. Но сейчас она до сих пор там? Конечно. Но видите, я не владею информацией. И никто из украинцев, пророссийский он, не пророссийский он, не стал бы там в качестве руководителя без санкций с Кремля. Это же так просто. Это то же самое, что произошло на Донбассе 8 лет назад, о котором говорят. Ну вот я, получается, все время был на территории Донбасса, ни на Херсоне, ни где-то западнее. Поэтому я своими глазами это не видел и не могу ничего сказать. Здравствуйте. Вы хотите поговорить со своим мужем? Это жена? Да, конечно. Я выставлю в известность, что звонок записывается и будет опубликован. Вы завалите. Привет, Донбасс. Привет. Где дети? В Санеке. Надо в Санеке еще. Ага. Ты знаешь, где я? Да, мне сказали. Кто тебе сказал? Ну сейчас вот с номера телефона написали, что... Ну я в кляну. Живой, здоровый, за это не переживай. Ну все хорошо у тебя? Да, у вас как дела? Как родители? Все нормально. Да, у меня сегодня мама звонила, спрашивала, тебя переживает. Ну не плачь, пожалуйста. Ты же видишь, что я живой, здоровый. Все, улыбайся. Ты сильная женщина, правильно? Давай. Родителям привет передай. Они как, в каком состоянии-то? Ну все хорошо у них, все нормально. Ну сама решишь, там можно маме говорить об этом или нет. Скажи, все хорошо у меня. Придет время, нас обменяют, и я буду дома. Ну я счастлива, что я тебя вижу, наконец-то. Целый месяц мы ждали от тебя весточки. Вот, смотри, теперь это военкомат, там в комитет по-матерински, короче, комитет солдатский. Позвони, узнай, есть ли я в списках военнопленных. Поставь всех в известность, часть нашу позвони. Я тебе же отправлял, в какую я часть, где, чего. Да, я все, я с ними по всеми на связи, да. Они тебе не говорили, что я в плену? Они вообще ничего не знают. Никакой информации у них нет. Я всю неделю долблю их. Даже сейчас написал уже роман, он говорит, а я не в курсе даже, что, кто вам пишет. Никакой информации у нас нет. Ну это сержант был, сержант Савочкин, помнишь? Не говорите, фамилии другие. Да, да, Сергей, тоже с ним на связи. Он сказал, завтра вот, все, буду искать информацию, поможу. Ну вот, ты просто скажи, где я. Хорошо. Скажи, попал военный плен. Можно вопрос задать, Аня? Ответишь на вопрос? Потом мы договорим, да? Да, да, да. Давайте представим, за что, вот если бы ваш муж был убит, за что он погиб? Погиб. За что погиб? Да, за что он погиб? За родину. За родину. Вы поддерживаете спецоперацию? Это, честно говоря, я вообще не такие моменты. Я и новости не смотрю, и для меня нет. Ему родина в Украине где-то? Все люди. А где родина у вашего мужа? Родина? Ну, это, смотри, это тоже такой абстрактный вопрос. Хорошо. Что он делает в Украине? Родина, он же, говоря, его защищает. Ну, это, я не знаю, тоже вопрос к нему, не ко мне. А за что погибло ваших 40 тысяч солдат? Ну, по новостям можете мне вопросы не задавать, я даже не про... Нет, это не про новости, это простой вопрос. За что погибло 40 тысяч русских россиян на территории другого государства? Такие вопросы... Может, если бы вы получили извещение, что вот он уже труп, вы бы по-другому как-то новостями начали интересоваться? Нет. Нет. Потому что вот открываешь YouTube, да, одна информация. Вроде с людьми разговариваешь, другая информация. Вечные эти замешательства, знаете, я даже не смотрю вот такие вещи. Мы по нации мусульмане, у нас есть такой закон, мы уже слушаемся, мы его слушаемся. Вам завтра закон подпишут, всем прыгнуть с девятого этажа. Он мусульман говорит, а мусульман пришел здесь это. Диана, не переживай за меня, хорошо? Это мусульманский закон, слушаться мужа. Это другая история. Я не услышал. Детишек воспитывай, все хорошо будет. Просто в списках пусть уточня. Да. Да, я думаю, обменяют нас, и я буду скоро дома. Уедем просто куда-нибудь и все. Вы зашли когда там, в апреле, да? Да. И в плен попали 21 июня. Да. Расскажите, чем вы занимались три месяца? На командном пункте, получается, ночью из окна я наблюдал двор. Охранял это КМП. Потом в деревне уже под Волновахой было то же самое. Мы наблюдали, сторожили нашу технику. Выходили на дежурство, охраняли эту технику. Потом уже, когда приехали в Павловку, мы были на позиции в доме, и грубо говоря, правый фланг смотрели в сторону дороги, охраняли вот именно правый фланг, чтобы оттуда не было противника. Ночью мы менялись, я ночью дежурил, днем дежурил по-разному. По 4 часа, по 3 часа мы менялись. Что вы кушали? Мы сухпайки ели, привозили из гуманитарной помощи какие-то продукты. Да, все так, хорошо. Вот этим и питались. Ну, понятно. Покупали. Как вы опишите последний день, когда вы попали в плен? Днем, во второй половине дня, в начале второй половины дня, не знаю, это было час или два дня, у меня командир отделения, у него всегда рация при себе. По рации начали говорить, что какие-то дымовухи начали бросать. Из этих дымовух пошла техника. И не было понятно, чья это техника, наша или техника противника. Потом пошла информация, что эта техника противника ему уже в окружении. Командир отделения сказал, сидим, ждем команды вышестоящего командиров. Потом вышли на связь и сказали, что командир наш в плену. И нам предложили поднять оружие, выйти в сторону гуманитара по коридору, что нас не будут стрелять и мы останемся живыми. Но так как мы знали, что это опасно и нет гарантий, что нас не будут стрелять, мы решили, что будем отходить и стараться прорваться. И в 2-3 часа ночи мы пошли в сторону села Егоровка. И в лесополке уже на рассвете мы нарвались на позиции противника. Была перестрелка. Потом мы отбежали, отошли. Я помогал раненому. Мы весь день прорежали в поле, так как со всех сторон. Убитые были уже среди ваших? Еще не было. Были раненые, тяжело раненые были. Мы вдвоем остались, получается, в открытом поле. Когда пытались встать идти, в нас стреляли. Мы весь день пролежали, грубо говоря, обезвоженные. Раненый с вами был, да? Да, со мной был в ногу раненый, он хромал. А у меня были повреждены ребра. То ли я неудачно упал, то ли бронежилет, пуля прилетела, не знаю. Мне было тяжело идти. Мы вдвоем пролежали весь день, обессиленные, обезвоженные. Уже не знали, что делать. И пошли в другую сторону, откуда был артиллерийский обстрел. Пошли туда, никого не увидели. Отдохнули там немножко. И пошли вдоль лесополки. Вдоль лесополки мы надеялись, что в Егоровке наши люди пошли в сторону Егоровки и нарвались на позицию противника. Где нам, двоим обессиленным, пришлось просто поднять руки и сдаться. Понятно. Ну, дальше нам неинтересно. Мы, в принципе, знаем. Не, ну чего, интересно, что. Ну, и как к вам отнеслись? Он рассказывал уже. Курить давали. Воды дали. Может, еще что-то есть просто. Накормили. Накормили. Медицинскую помощь раненому оказали? Да, медицинскую помощь оказали ему. Перевязали его. Кто такие Айдар? Ну, я уже здесь узнал, что Айдар – это название реки. Река эта протекает на Донбассе. Это были ополченцы какие-то, что ли? Ну, такое… Ополченцы? Да, я поломался. Ну, донбассовцы имеют в виду. Донбассовцы. Это наша обычная регулярная армия вооруженной силы, которые входят в состав и подчиняются нашим генеральным муштам. У вас в таком роде не имеют название? Нет, в основном… Дивизии не имеют название? В основном цифры. Нет. Кантемировская дивизия имеет название? Ну, да. Имеет. А у нас батальон Айдар имеет название. Это проблема? Я считаю, что нет. Это обычное подразделение. Мы все время ходим из того, что вы не видели, не знали, не слышали. Давайте хотя бы одну вещь, которую вы точно слышали и знали. Айдар – нацисты? Ну, то, что я видел там, мне так преподносил, да. По новостям так преподносили. Нет. Я говорю из того, что видели вы. Вы у Айдара побывали… Никакой нацистской символики я на них не видел. Они меня не били, не унижали, не оскорбляли. У меня такое есть предложение. Нацистские какие-то… А что такое нацизм? Нацизм – это по национальному признаку. Одна нация считает, что она выше другой. И может вторгаться, соответственно, на территорию, делать то, что она считает нужным. Ну, про это в терминологии, мне кажется, нет. Вторгаться или нет. Нет, ну, давайте логично рассудим. Но если одна нация считает, что она выше другой, то, соответственно… Ну, это уже не нацизм получается, а если будет вторгаться, это будет оккупация. Нацисты и были оккупантами в свое время. То есть, Польша, например. Пол-Еропы развалили. Это два разных термина, я и говорю. Хорошо. Торгаться могут и не нацисты. Я понял. Да, мы типа сейчас опять идем. Тут надо бы подразобраться юридически. Да, да. Вас обманула ваша страна? Ну, когда я приеду на место, я буду разбираться. Обманула она меня или нет. Я не думал, что придется. Когда она может прийти в такое время? Когда я почувствую себя в безопасности со своей семьей. Вы в безопасности себя не можете почувствовать. Вы вернетесь в Россию, вам там ходить нельзя в этом случае. Я планирую переехать туда, где я буду ближе к исламу. Ах, так даже? Да. И куда это, например? Это Узбекистан, Ташкент. Или, возможно, даже. Я с Киргизии, да. Но у меня предки из Амарканда. Так, ну, у нас с вами уже было общение примерно две недели назад, да? Или когда? Да. Вы здесь пропустили дополнительные две недели, плюс поговорили с муфтием. Есть что-нибудь, может быть, изменилось у вас, что-нибудь от себя добавить? Ну, вообще, для меня это было очень грандиозное событие, которое останется на всю жизнь в моем сердце. Потому что, скорее всего, я сам долго шел к исламу, у меня семья вся исламская, мусульмане. Но я не придерживался пяти столпов, которые в исламе должны быть. Ну, они есть. И похоже, что Аллах сам ко мне пришел. Когда у меня были сложные ситуации, Аллах мне помогал. И в этот раз тоже, когда была угроза, что вот-вот, возможно, я умру, я начал молиться Аллаху. И Он в очередной раз сохранил мне жизнь. Вот. И здесь, находясь уже в плену, для меня это было большое знамение, когда подошли ко мне и сказали, что ты можешь поговорить с муфтием, будет встреча завтра. Вот. И в тот день, я помню, весь вечер, после того, как мне это сказали, у меня был ком в горле, слезы с глаз. Вот. Я ждал эту встречу. Ну, и когда с муфтием разговаривали, я объявил ему, что моя цель теперь идти, стать на путь ислама и соблюдать все пять столков. То есть это верить в Аллаха, читать намаз, в Рамадан соблюдать пост, священный месяц, и когда-нибудь съездить в Медину. Ну, муфтий, между прочим, сказал, я так понимаю, у вас, что почувствовал искренность, что вы искренне хотите этого. Да, я искренне этого хочу. У меня несколько раз в моей биографии были такие моменты, когда я искренне хотел этого сделать, но что-то меня отвлекало, это были бытовые проблемы, рождение детей, работа. Работа в основном отвлекала меня от всего, потому что нужно было зарабатывать над крышаной головой, кормить детей, и всячески как-то не получалось. Видать, шайтан просто был сильнее. Ну, так нельзя. Это называется самооправдание, мне кажется. Ну, да, так нельзя, но просто, я говорю, были моменты, были моменты просто, когда я должен был к этому прийти, но этот момент настал, похоже. Я понял. О ситуации в общем и о ваших действиях лично, изменили вы как-то свое мнение, или, может быть, можете что-то добавить, или нет? Есть один такой основной момент, когда муфти мне о нескольких фактах рассказал, что были разрушены мечети и церкви. Для меня, когда мусульманин, это неприемлемо, потому что тоже верующие люди. Ну, конечно, они были разрушены мечети и церкви. И самых разных конфессий, по-моему, уже нет такой конфессии в Украине религиозной, которая не пострадала бы от российских ракет, мин и так далее. Продолжение следует...